всем доброго дня шара будет против михала алексейчука вот они лицом к лицу бой на коротком уведомлении но идеально сделали вес бойцы и в крутой форме они уже успели поругаться в соц сетях и шара пообещал с него спросите за все его шуточки но честно михал очень непрост и порой его одного удара хватает чтобы соперник заснул это куман ивент будет приковано очень много внимания и сейчас выясним кто из них рухнет лицом в пол и самое главное где смотреть этот турнир который пройдет в удобнейшее для нас время совершенно бесплатно все вам расскажу только с вас лайк прямо сейчас и можем стартовать я не планировал делать этот выпуск большим да и здесь прям нет ничего такого что может долго сравнивать и обсуждать часами плюс ко всему михал алексейчук более семи лет в ufc провел 14 боев но настолько мало известен что найти с ним материалы для выпуска было почти непосильной задачей ну ладно поляк противостоял и все многим и были там ребята очень мощные он начинал с полутяжелого веса там успел подраться против овенса с эндбрю джимми круто тут же гаджи мурат антигулов или халил раунд три после он переходит в средний вес тоже будет выступать с переменным успехом и вот в пластецких боях ему немножко не безет он досрочно уступает мишелю перерри и кевину холланду шара буллет по сравнению с ним молодой новичок хотя и ровесник ну по возрасту он только пришел и все и уже многим запомнился дана white посвящает ему отдельные ролики в своих соц сетях и как вы знаете все кто идут на встречу и все кто готов рисковать принимать бои в любые даты с любым соперником тот становится в приоритете на последнем турнире у шары сменился соперник раз за 3-4 в итоге вышел здоровяк джинсер за сутки попытался побороться но в итоге был нокаутирован сейчас шары по-прежнему не побеждены у него 17-0 в карьере и уже две победы в юси и он получает вот так быстро шанс подраться в коем и на венте на громком турнире получив бой на коротком уведомлении ровно за две недели сравнивать их в опыте кардио и энтропометрии несложно опыта очень много у михала у него только в юси боев почти столько же сколько у шары во всей карьере в кардио тоже преимущество особо не ждите ведь здесь будет три раунда и они любители оба биться в стойке а в энтропометрии разница небольшая шара повыше немного уступает в размахе рук а так по сути ничего такого плюс они к тому же еще и рапе снеги и вот здесь очень важно борьбу мы отдельно не обсуждаем потому что нет смысла шара не любит бороться сам не проходит и работы только на защиту михал действует примерно так же у него борьба настолько слабое место что даже не смешно каждый кто успевает его перевести или случайно заклинчевать скорее всего его сапнет у него 8 поражений в карьере и 6 раз он постучал банально что в последних боях его легко задушит мишель перейра ровно и кевин холланд будучи потрясенным упадет в нокдаун но даже в таком положении оформить ему рычаг локтя короче если честно как бы шара сам не решил его собнуть конечно думаю не будет пытаться но блин это очень его слабая сторона и скорее всего здесь у нас будет четкая разборка только в стойке на встречных курсах даже без намека на проходы шар будин магомедов как я говорил кучу раз нестандартный ударник готов рисковать ради красивого попадания или нокаута готовы пропускать и идти в размен и который еще знаете работает на шоу не просто перетыкать на очки а именно круто себя показать и за это ему респект у него невероятно разнообразный арсенал ударов он чаще бьет ногами чем руками выбрасывать длинной серии сайт кейками дал хайкик ну и конечно мощные точные лоу кики которыми он банально обезвредил последнего соперника замедлил и после нокаутировал михал алексичук это прежде всего такой боксерчик он хорошо обрезает углы и зажимает и очень больно бьет помните говорили про яна блаховича типа польская мощь так это была ерунда а вот оказывается алексичук это прям как раз таки про него именно он польская мощь очень редко кому дается его перерубить или нокаутировать или хотя бы решением забрать бой зачастую он в стойке доминирует и все его соперники стараются быстрее его начать бороться чтобы ничего лишнего не пропустить в этом бою шаре будет очень опасно с ним рубиться ведь мы знаем как будет частенько пропускает плюс опасно и бить ногами ведь в поиске красивого удара или какой-то вертушки шара часто проваливается и вот на такой ошибки алексичук может очень жестко подлобить и знаете если честно я не знаю что с ним здесь делать но можно переиграть по очкам до разбивать корпус мидлами отбивать ноги и пытаться контрить это все понятно но шара же нет такой шара захочет от сетки пробить в стиле петиса или подловить с разворот понимаете плюс опыта у поляков стойки против очень жестких типов юсичных полно с кем он только не бился причем раньше он ураганил в полутежах и там вырубал людей спустился в средний и тут тоже очень опасен вон кевин холланд насколько он крепкий вспомните как его голова держала вертушки томпсона и вот одно касание алексичука и он падает короче это большая проблема для шара и если вспомнить как плохо шара блокирует удары и порой готов прям пропускать это прям ай-яй-яй прогнозе на бой я раньше не мог определиться кого же выбрать но прям было очень тяжело но пересмотрев еще десяток боев михала понимая что разбирать на дистанции его можно и не так уж сложно а еще он очень не любит тайский клинч мне кажется шара его разберет и даже может акаутировать михала часто сажают по печени особенно коленями и я не удивлюсь что шара будет про это тоже знает если нет напишите ему короче я выбираю шару нокаутом погнали пишите что думаете вы кто победит шара или михал кто упадет лицом в конбас ну и конечно нужен ваш лайк и любая поддержка ведь сами знаете youtube работает на последнем издыхании и работает все максимально плохо но знаете я отсюда никуда не денусь и на моем канале вы всегда сможете найти для себя контент ну а смотреть весь турнир и мы будем в моей телеге по ссылке в описании комментирую шутки приколы все как вы любите также турнир конечно покажут на матч 2 и файт пассе а начнется он для нас в идеальное время в 19.00 по москве а главный карт стартует в 22.00 ну а также жду вас на бусте где скоро выйдет подкаст прогнозами на ufc сфере и на ufc 305 будет прям очень жарко по ссылке можете перейти и подписаться жду вас там